Уникальное по зрелищности и звучанию представление состоялось стенок Сузыцкого Кремля. Музыкальная программа была составлена специально для этого концерта в гармонии с историческим памятником. В основе оперы лежат две легенды о чудесном спасении Святого Града Китежа и о Муромской Деве Февронии. Впервые музыкальное произведение прозвучало со сцены Мариинского театра в начале 20 века. С тех пор оно звучит в разных городах мира. В Суздале зрители впервые увидели и услышали его в новом формате. Оркестром управлял маэстро Валерий Гергиев. Мировой шедевр, который раскрывает всю силу русской души. И как не здесь, в этих невероятных декорациях Суздальского Кремля, исполнять это произведение. Я уверен, что люди до глубины души будут поражены этим великим произведением. Посмотреть на грандиозное шоу пришли более 5000 человек. Надежда Константинова в детстве играла на фортепиано. Признается, и сейчас с большим удовольствием садится за инструмент. Играет для себя и своей семьи. Поехать на концерт Суздаль запланировала более месяца назад. Потрясающее ощущение, потому что не каждый день удается попасть на такое классное мероприятие под открытым небом. С такими мэтрами. Просто классической музыки Валерия Гергиев. И в том числе это световое шоу. Все это совместно. Просто потрясающе. Оперу сопровождало световое шоу «Свет Суздаля». Авторы вдохновились графикой знаменитого русского иллюстратора Ивана Билибина. Суздальский Кремль – сердце города-музея. Директор Владимира Суздальского музея-заповедника отметила, что такие масштабные мероприятия требуют колоссальной подготовки. Концертное исполнение оперы в древнейших стенах – настоящий подарок к тысячелетию города. Это требует безусловной подготовки от всех артистов, но и от музея. Потому что, конечно, с одной стороны для нас это большой праздник, с другой стороны это большая нагрузка. Но испытать радость того, чтобы в исторических декорациях древнего Кремля состоялось такое значимое событие – это большой повод. И для нас, в том числе, конечно, после такого события, очень сложно сделать что-то более, может быть, обыденное и простое. Выступление длилось более двух часов. Зрители благодарили артистов стоя – 10-минутными аплодисментами. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, подготовка представления – это слаженная работа всего коллектива. Чтобы подготовить такое шоу, надо было работать как дружная команда, как единая семья. И действительно огромное спасибо и музыкантам, и тем, кто организовывали это световое шоу. Это действительно большой труд. Сегодня здесь посетило примерно 4,5 тысячи зрителей, посмотрели это замечательное представление. И очень отрадно, что это происходит как раз в День семьи, любви и верности, наш Владимирский праздник родом из Мурома. Впереди ещё много праздников и тожест, посвящённых тысячелетию Суздаля. Но опера Мариинского театра с проекционным шоу – это особый подарок жителям региона. Владислав Ельцов и Евгений Адамов. Продолжение следует...